Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем разговоры на исторические, интересные исторические темы. И сегодня поговорим о свадебном обряде. В гостях у нас Ивашенко Кристина Леонидовна. Здравствуйте! Собственно, человек, который занимается сбором обрядов, ездит по деревням в фотографические экспедиции и все знает о том, как на самом деле нужно делать русскую свадьбу. Здравствуйте, Олег! Здравствуйте! Давайте так, чтобы зрителям было понятно, мы сейчас будем сравнивать то, что мы сейчас имеем, как сейчас свадьба проходит, и как это было там 100-150 лет назад. Большая разница между тем, что сейчас и тогда? Конечно. Первая проблема в том, что мы живем с вами в городе, да даже сейчас и в селе делают все, как в городе. А главное, интерес свадьбы состоит крестьянский. Крестьянской свадьбы интерес большой у меня лично. И вообще, наш простой народ, он всегда являлся носителем и продолжателем исконных традиций. Так вот, что касается свадьбы. Если сейчас у нас что осталось? Сватовство? Ну, давайте, да, начнем со сватовства. И потом сразу, наверное, свадьба больше. А раньше был между этими процессами? А это да, раньше так было очень большое количество этапов свадебных. Ну, начнем со сватовства. Если сейчас ходят свататься уже, зная, что молодые друг друга любят, и они там уже чуть ли не вместе живут. Они уже назначили дату свадьбы. Просто надо, ну, познакомиться. Да, ну, просто нужно сходить и поздороваться, да, пообщаться, познакомиться, да, родителям жениха и невесты. Вот, то раньше сватовство проходило таким образом. Ходила, ну, во-первых, не прямо мать с отцом, но в некоторых селах и мать с отцом ходили. В некоторых селах сваха сходатая такая была, специальная женщина. Но самое удивительное, что ходили поздно вечером, чтобы никто не видел. Это была тайная процедура. Да, она обязательно, крадучи, тайком. А почему? Да потому что неизвестно, что скажут. Согласиться, сторона невесты отдать невесту замуж. Или не согласиться. А если не согласиться, то это считалось как не очень приятным. Это позор. Да, и поэтому первый такой заход на сватовство был всегда вот такой вот инкогнито как бы. Но когда, значит, ну, когда заходили свататься, спрашивали, тёлочку продаёте? Есть тёлочка продажная или ярочка продажная? Ну, тогда понимали, о чём идёт речь. И если, конечно, они говорили, кто купец, если, да, ещё очень важно... А сами жених с невестой в этом процедуре не участвовали? Ни в коем случае. Они, если уж вы говорите о 150 лет назад, то есть это, ну, конец 19 века, скажем так. Ну, по частью, большей частью, конечно, не знали. И все эти вопросы решали только их родители. Нравится ей, не нравится, и вообще никто не спрашивал. Считалась только хозяйственная сторона вопроса. Вот, конечно, где-то по единому достатку смотрели. То есть мы вот такие вот там, скажем, бедные. Ну, и она бедная. То есть она нам ко двору придётся. Если там кто-то сильно богатый или сильно бедный, тут уже были большие проблемы. То есть могли отцы и отец там невесты, если она... Ну, если, конечно, богатый жених придёт сватся, то он, конечно, обрадуется. Скажет, конечно, я отдам свою девку. Вот. И совершенно неважно, нравится ей жених или нет. Сколько случаев было? Ну, не сколько, но были случаи, когда насильно отдавали девушку замуж, и она сбегала просто со свадьбы. Вот. И даже есть сведения, что некоторые девки, вот почему, откуда русалки, те же брались, сбежавшая невеста, потом могла... Она нет, она не топилась. Она где-то в лесу могла жить. Вот превращалась в такую вот как бы... Ну, отшельница. Как бомжу, как бомж, да, отшельник. Вот такие тоже... А их встречали, соответственно, шла молва о том, что там... Вот какая-то русалка живёт, да. Это на самом деле девка какая-то, сбежавшая со свадьбы. Но это не так, чтобы прям часто было, но встречались такие тоже истории. Вот. После сватовства раньше назначали разговор. И он... Да, разговор. То есть сосватались, это типа как, ну хорошо, ладно. А разговор это уже обсудить детали сделки. Да, обсудить, когда будет свадьба. Что там... Что они выговаривают ещё, например, со стороны жениха. Вот если родители, например, на разговор уже приходят, они выговаривают, что должно в приданном быть у невесты. Вот то-то, то-то, то-то. Вот столько-то одеял, столько-то понёв, столько-то у неё должно быть, там, не знаю, валенок, там, или одни валенки, или ещё что-то. То есть они объясняют, сколько мы хотим получить вместе с невестой, там, постели, перин, одеял, там, подушек. Вот это вот в сговоре всё... А те говорят, какой выкуп за невесту, соответственно, надо дать. А выкупа не было, никакого выкупа, нет. Выкупают просто чисто символически, когда именно выкупают невесту, она сидит уже в день свадьбы, тогда только там дружок, небольшие деньги клал, ну, чтобы это как игровая была просто форма. Раньше же невеста даже для дружка, вернее, для жениха готовила одежду. Она не только для себя. То есть жених, получается, сам костюм себе не покупал, это всё дело невесты. Нет, всё невесты, так и называлось, под свадьбу узел выкупали. Приходили со стороны жениха люди и выкупали узел, а иногда и просто забирали, ничего не выкупали, просто положено так было. То есть невеста себе всю одежду готовила, и плюс ещё жениху. Была какая-то система, я недавно тоже с кем-то разговаривал, что вот за этим узлом шли вокруг деревни, то есть не прямой дорогой, а как-то надо было выходить, идти вокруг всей деревни, покупать этот узел и потом идти ещё очень долго обратно. Это с чем связано? Ну, это, возможно, такой у меня нет информации, но это, возможно, связано с тем, что жизнь про кругу происходит. И вообще, например, в селе Вешаловка вот эта ёлка, которая является символом невесты, называлась круглик. Вот почему она так называется? Это тоже, понимаете, круг и движение не только человеческой жизни по кругу, но и всё в природе по кругу развивалось. Поэтому, видимо, для того, чтобы всё было хорошо, на Масленицу, на санях по кругу катались, блин у нас круглый, это, так сказать, символ солнца. Поэтому здесь, видимо, это как идёт благопожелание некое, чтобы всё случилось хорошо. Так вот, после вот этого разговора назначали запой. Запой? Запой. А, то есть просто люди называли вещи своими именами. Да. У нас сейчас тоже на свадьбах часто бывает запой, но он после свадьбы у некоторых случается, а это до свадьбы запой был. Да, это такой обрядовый этап, этап свадьбы, который проходил в доме у невесты. Собирались... И там пили. Ну, и в том числе и пили. Но главное состояло в том, чтобы познакомиться уже. Невеста на запой должна отца и свёкра будущего, и свекровь назвать по имени-отчеству, поцеловать каждого. По рукам били друг друга, значит, отцы, типа, что мы, да, согласны, Богу молились, становили. И на запое были, присутствовали с обеих сторон жениха и невесты, значит, родственники, и кушали вместе, пили. Это уже прям репетиция свадьбы, да? Ну, некая, да, такая. Вот запой – это тот этап, после которого уже нельзя было отказаться от свадьбы. Вообще нельзя было. Потому что опять были вложены уже экономические какие-то материальные ценности были вложены. Поэтому... И даже в некоторых сёлах невеста давала как бы залог. Залог, то есть она дарила какие-то подарки и считала, что даже, ну ладно, если даже она откажется, что залог хотя бы у нас остался, и всё нормально. И, как правило, старались не расстраивать уже эту свадьбу. Вот. Ну, это не во всех сёлах, но залог был. Вот. И после залога, после, вернее, запоя, ещё был один интересный. То есть после этого ещё и не свадьба началась? Нет, что вы, ещё там целое, вот я вам рассказываю, после запоя шли двора глядеть, или колышки считать, или по-другому называлось подсошки считать. Я просто из разных сёл, вот эти термины, они немножко об одном и том же, но по-разному называются. Это когда от дома невесты близкие родственники ходили глядеть двора к жениху. Куда придёт невеста, где она будет жить, богат ли он. Не всегда ведь, бывали в другое село, например, она уходила. Не всегда люди знали, какова дальнейшая судьба дочери их будет. Поэтому, и кроме того, посмотреть сарай, сколько скотины, есть ли лошадь, богат ли, ну, в общем, какая рыга. Вот. Рыга это? Рыга это там, где хранилось, ну, сено. Сеновал. Да, всё, сено, которое собрано для кормления, значит, скота. Вот. И обязательно нужно было зайти в дом и померить все проёмы. Оконные, печные. Для чего это делалось? Потому что невеста к этому времени, придя в дом, ведь невеста же приходит... А, нужно, чтобы она нашила. Всё шила, шила, да, новые, абсолютно новые. Все вот эти занавески из одной ткани. И было видно, под свадьбу, когда всё там убиралось, ходили глядешки, весь народ в села ходили. Ну, пойдём поглядим, как там Машка убрала там избу жениховую. Вот они ходили, всякие там и подзоры раньше было модно. И новые должна она была повесить, рушники на иконы, и столешники новые там на скатерти так называемые. Ну, и все вот эти занавесочки, ситцы, всё это вот невеста готовила к этому. Но самое дальше очень интересное, мне нравятся обычаи, это так называемые девичники. А, ну это сейчас есть, сейчас есть такое. Да, но он сейчас просто в другом виде происходит. Девичники, это когда девчонки, подруги, несколько дней на протяжении, ну вот после запоя прямо, они собирались каждый день у невесты, помогали ей что-то там с одеждой. Раньше вышивать, но если раньше, потом перестали вышивать, стали просто шить. Ну и вот, в частности, вот в селе Гаген или в Толстовском районе, там у них очень классный обряд такой, мне нравится, интересный. Они там готовят ёлку. Ёлку? Да, ёлку. Что такое ёлка? Берётся репей, засохший репей, убираются все колючки, и каждая веточка гофрированной бумагой разноцветной убирается. Это так всё красиво, и делается это репей очень долго, они, как они рассказывают, 4-5 дней мы сидим, приходим, делаем этот репей, вот для того, чтобы потом этот репей забирает, вернее, это ёлка называется, её забирает дружок и приколачивают на дугу лошадиную. Это кольца на свадебной машине. Да, это как сейчас машины-то убирают лентами. А это вот они репей готовят, ёлку несколько. А это репей, да. А дружок – это свидетель. Да, дружок – это свидетель, совершенно верно. Но он был не обязательно холостым, он мог быть и женатым. В некоторых сёлах он был только женатый, который хорошо живёт с женой, такой уже крепкий мужик. Ну, у Дугагина он мог быть и женатым, и неженатым. Вот он забирал эту ёлку, приколачивал её на дугу, и на следующий день уже, когда ехали уже выкупать невесту, эта красивая вот эта вот ветка развивалась по всему, значит, ну, на дуге. Извенел колокольчик, и селяне знали, что, ну, вот у нас свадьба, и как это всё красиво и как здорово. А когда же уже свадьба-то начнётся? Вот свадьба-то вот ёлку, когда… С постель, под свадьбу ещё один этап был, это нажды выкупить постель. Какое-то очень сложное дело, жениться, мне кажется. Сложное. Ну, год, да, это по времени занимает вот эти вот все процедуры? Нет, это всего один месяц. Это месяц? Вот от сватовства и до свадьбы месяц? Да, вот конкретно в селе Гагина 14… Прямо у них чётко 14… У них каждый день расписано, получается, да, что сегодня надо сделать? Ну, почти. 14 октября – сватовство. А 21 ноября на Михалов день – свадьба. Это у них престольный праздник, и в этом селе 4-5 свадеб раньше было на Михалов день. Вот. Невероятно было интересно и здорово. И какие песни пели! Мы до сих пор удивились, как мы смогли записать столько песен в этом селе. И 25 ноября мы поедем к ним и будем играть эту свадьбу вживую, живая, проживая, проигрывая все вот эти ситуации. Самое смешное, мне больше всего нравится в этой свадьбе, значит, когда приезжает жених уже утром за невестой. Тут собираются в доме девки, играют специальных песен. Это выкуп сейчас вот на нашу. Да, вот сейчас, да, вот как вы говорите, выкуп, правильно. Он и там был выкуп назывался. Но мне больше всего нравится обычай вот этот, когда они подъезжают, лошадь останавливается у двора, сходит первый дружок, там за ним жених, еще там родственники. А тут перед домом, значит, стоят, пилют дрова. Пилют. Ну, доски или бревно, значит. Что вы тут пришли, что, в чем дело? Ну, ты не видишь, мы работаем, не пускают жениха. Значит, он должен всем или заплатить, или налить. Дальше этим заплатил следующий. Тут стоят, рубят, колят. Колят следующую приятность. Целая конкурсная программа, это называется сейчас. Да, у них это было вот просто... И третий человек стоит в ступе, толкет. Опять, ну что, не пускает. И вот когда он со всеми тут, значит, разберется, всех напоит, накормит, тогда только имеет право зайти в дом. В доме там девки свое начинают, песни поют. Клади тут сюда деньги. Опять он, да сколько ж можно вам класть-то вы, дайте мне уже. А там выкупали не саму невесту, а место. Место возле невесты. Вот. И там все это рассказывал, что часа три происходил весь этот выкуп, потому что песен очень много, они должны их все спеть. И потом уже, когда выкупят место, они говорили так, четыре угла, четыре рубля, а посередке пятый. А если честь, да, еще рублика шесть. А еще и бутылочкой надо прикрыть. И вот пока этот дружок сначала мало дает, они ему опять поют. Он опять мало дает, они опять поют. Но уже, когда он уже надоест его наши песни слушать, тогда уже он все деньги наложит, сколько там надо, и бутылку, и шесть рубликов. Вот. И тогда уже девки вылазим, мы заводят жениха к невесте, и теперь опять начинают петь уже только песни, которые обыгрывают молодых. Специальных тоже очень много песен было. Вот. И после этого начинают еще обыгрывать чинов свадебных. Сваху, дружка самого. А это уже все, это уже свадьба идет, да? За стол-то уже сели? Нет еще. Они после этого только поедут к Венцу. То есть в этом селе, вот именно в Гаге, у них своя особенность такая, еще за стол не сели. Но стол-то тут стоит. Так, подождите, давайте мы сейчас с вами на этом остановимся, потому что время нашей передачи, что называется, не резиновое, да. А в следующий раз мы, собственно, с вами давайте поговорим о том, как проходила сама свадьба, потому что что-то мы очень долго к ней готовимся. Друзья, смотрите продолжение в следующий раз. Это был Олег Радивилов. Увидимся. Всего самого хорошего. Редактор субтитров А.Семкин